Девчонки, всем привет! Как вы поняли из названия видео, сегодня я решила снять свой первый отдельный ролик о пустых баночках, именно что касаемо ухода за квартирой. Девочки, если вам интересно узнать, чем же я пользовалась в течение этого месяца, тогда я вас приглашаю к просмотру и начнём. В этот раз у меня даже не поместилось, девочки, это всё в корзинку и это всё вот в таком вот огроменном тазике. Я никогда бы не подумала, что именно в уходе за домом я трачу, ну вот столько всего, то есть как бы девчонки, как бы вроде бы не сильно много, но в то же время немало. Начну с того, что меня впечатлило, что касаемо цена-качество и вообще вот в обиходе как. Я никогда бы не подумала, что меня когда-то зацепят обычные лампочки, которыми мы пользуемся, что как-то я буду акцентировать на них своё внимание. Но вот про вот эти лампочки, девочки, могу сказать то, что они действительно яркие, вот правда яркий свет, который... Вот у меня 25-ти ваттки, они идут. Тут, в общем, написано 25 ватт Е27. Фирма Fiesta и это наш отечественный производитель, бортер Россия идёт. Так что, девчонки, если когда-нибудь наткнётесь на данные лампочки, они что-то стоили в районе 200 рублей, по-моему. Неплохие лампочки, которые действительно работают и нет у них никакого, знаете, там, вмигания, заедания. То есть хорошо работают, но качество мне понравилось, девочки. Я была сильно, могу сказать, удивлена. Следующее, я буду прямо то, что мне попадается показывать. Следующее, я выбрасываю. Это будут у нас бумажные полотенца от ZE. Вот в такой вот, именно, синенькой упаковочке. Я брала разные, но вот в такой вот синенькой упаковочке они мне намного больше нравятся. Мне кажется, они намного прочнее, чем какие-то другие цвета. Мне вот эти, они понравились тем, что они и мягкие, и хорошо впитывают влагу. Их можно использовать как в косметических целях, как и на кухне. Я их прекрасно впитываю, так что, девочки, и цена у них тоже идет, ну, что-то, по-моему, в районе 80 рублей за два рулона. Классные, вообще, классные полотенца, которые постоянно беру, и они мне нравятся. Следующее, что я вам покажу, тоже из пакетиков, чтобы их сразу же набрать. Это губки. Губки для мытья посуды. Это Фрэнкенбок. До покупки вот этой упаковки мне нравились вот эти вот губочки тем, что... Я сейчас девчонке объясню. Когда я беру губки для мытья посуды, я раньше вообще в этом была, знаете, абсолютной чайник. Но сейчас я заметила, что есть губки, которые любое мылющее средство, они великолепно размыли, вот, и образуется густая пена. А есть губки, которые они поглощают все в себя и каким-то образом просто смывают, что бы вы ни покупали. Какой бы это, не знаю, обалденно мурящийся продукт ни был. Фрэнкенбок мне раньше нравились тем, что они максимально взбивали пену, и тем самым было очень хорошо и удобно мыть посуду. То есть, как бы, действительно, как в рекламе одной капельки ферри, вы перемойте целую гору посуды. Вот раньше с этими губками были... Ну, правда, можно было этого добиться. Сейчас они немножечко тут добавили, тут 5 плюс 1 сделали, ну, в основном я встречаю 6 губочек, вот такая упаковка. Нет, девочки, к сожалению, я не знаю, что они там такого сделали с этими губками. Сейчас вот того, что я раньше получала от этих губок, я этого не вижу. Так что, девчонки, цена, качество, могу сказать, то, что вот с этими губками у меня уходит любое моющее средство просто, знаете, пуф, моментально. Так, следующее, что хочу показать. Это не новинка, это опять мой отбеливатель универсальный без хлора няня. Взяла, наверное, я его вот сейчас в последний раз, потому что вот эта вот упаковка меня подвела, потому что я сделала, ну, замочила просто кухонные полотенчики, оставила. И хочу вам сказать, девчонки, у меня ребенок пролил фруктовый сок, и я просто затерла полотенцем, обычно бил, светлым кухонным. Не отстирал, не знаю, что вот случилось, просто как бы мне так, мне нравилось, вы сами знаете, как я ему пила дифирамбы, а вот эта упаковка меня подвела, так что один раз подвел, больше шансов давать не буду, так что опять в поисках хорошего универсального отбеливающего средства, от которого будет и чистое белье, но при всем при этом цена-качество, как я всегда уже везде говорила. Следующее, что покажу, вообще без внимания, это, я не знаю даже, как они мне сюда забрели, очередная моя ген-уборка, одноразовые перчатки. Девчонки, никак не могу прийти в фикс-прайс и взять у них целую упаковку. Даже вот в последний раз, когда была фикс-прайс, к сожалению, опять не было моих перчаток, поэтому убрала вот эти вот и взяла, убралась на кухне и выбросила. Не люблю такие перчатки, которые стоят даже 50 рублей, и ты моешь там, чистишь кухню и боишься, как бы не порвался там тот или иной пальчик, чтобы там химическое средство не попало на кожу, рог, чтобы они пересушили ее. Так что, ну, мне не очень нравятся эти перчатки, но когда совсем ничего нигде нет, я покупаю их. Следующее, что я покажу вам, это будет вот такое вот средство. Средство, желательно так сказано. Но это тоже, знаете, наверное, мамам будет интересно и хозяйкам, я думаю, это тоже должно быть интересно. Это детское мыло от Duro Clean White. Вот такая вот упаковочка, если будет видно. Нарисован здесь ребеночек для детских вещей. Я почему-то думала, что вот этим мылом, как у меня закончился вот этот вот отбеливатель няни, я думала, вот этим вот мылом я просто смогу застирать либо кухонное полотенце, либо детские маечки. Но могу сказать, большого впечатления на меня вот это вот мыло не произвело. И вот здесь грамм 125, опять зеваю, 125 грамм. Как-то, вы знаете, ну, если у вас просто нужно, просто вы хотите, чтобы, ну, просто постирать там носочки, может быть, отстирает. А вот какие-то, что, пятнышки там, либо еще там от краски, от чего-то еще не выстирает. Нет. У меня лично, у ребенка, нет стирала. Следующее, что я выбрасываю и буду покупать, и уже купила, это моим уже полюбившиеся средства для чистки канализационных труб Мастер Блеск. Вот очередная партия, которая у меня почистила трубы. Девочки, я постоянно слежу за трубами для того, чтобы там не было ни запаха, ничего. То есть для меня вот чистота во всем везде должна быть. Поэтому я для профилактики раз в неделю могу делать вот такие вот процедуры очищения. Благо стоит вот это средство недорого, и оно справляется с той задачей, которую я ему ставлю. Чтобы оно вычищало, убирало, допустим, если на кухне вот этот вот жир с канализационных труб, да, вот с этого вот, как он называется. Ой. Ну, вот эта вот штука, которая под рафриками и кривая. Чтобы оно убирало весь этот жирный жир, который там накапливается, естественно, от кухонных, когда мы моем посуду, там остается вот этот запах, замечательно убирает, нет никакого запаха, все чисто, все хорошо. Для ванной тоже замечательно, все вымывает, вода хорошо уходит. То есть у меня нет какой-то острой необходимости покупать какие-то еще там средства для того, чтобы прочищать. У меня просто, слава богу, не встречаюсь с проблемой из-за забитых труб. Потому что, вот, девочки, стоят недорого, по-моему, что-то в пределах 10 рублей и очень хорошо справляются с поставленной задачей. Следующее, что я покажу из пакетиков, это тоже мои любимки, это уже пакетики, пакетики с фикс прайса. Это влажные салфетки фирмы Вестер. Это классные салфетки, которые я покупаю, покупала и буду покупать до того момента, пока они мне не разонравятся. Либо не найду еще что-то более бюджетное и намного лучшее. Хорошие салфетки, цена-качество, хорошо очищают, не оставляют разводов. Классно справляются с загрязнениями какими-то на блестящих поверхностях, даже на лакированной какой-то поверхности. На кухне убирают жирные пятна, замечательно можно брать какие-то пятна с микроволновки, если вы даже жарили блинчики где-то, что-то там у вас получилось, ну, либо там просто что-то тушили. Замечательно можно убрать, по-быстрому, не прибегая к каким-то серьезным средствам. Классная штука, которая мне правда очень нравится, я от всей души советую вам попробовать. Следующее, что у меня будет, это Glade. Свежесть утра. У меня, я люблю автоматически вот эти вот спреи, освежители для воздуха. Я вообще, знаете, такая помешивая на чистоте, видимо декретно мне сказывается. Вот, в общем, здесь говорит производитель то, что действует до 60 дней. Вот именно вот этот вот аромат свежесть утра, его хватило кое-как на месяц. Потому что я не знаю, почему именно свежесть утра, она мне нравится свежесть утра. Но при всем при этом, простите, девочки, при всем при этом расходуется очень быстро. Но очень быстро заканчивается, и ко всему к этому цена на него такая же идет, как и на всех. Не знаю, почему, может быть тут какой-то другой состав сделан, либо еще что-то. Ну, правда, очень быстро заканчивается. Но ко всему к этому я его покупаю. Мне нравится этот аромат, я его и буду покупать. Несмотря на то, что, увы, ах, его хватает только на месяц. Так что, ну так вот, девочки. Следующее средство, от которого я правда разочаровалась. Кто бы мог подумать, что я разочаруюсь от такого средства и когда-либо о нем буду говорить. Это средство от фирмы АОС для мытья посуды. Как вы поняли, здесь номинал целый литр. Он у меня закончился давно. Я уже сейчас пользуюсь активно другим. И хочу вам, девочки, сказать одно. Первый раз, когда я его открыла и нанесла, помыла первую, грубо говоря, партию посуды, мне показалось, что да, действительно, он хорошо пенится, хорошо вымывает. И вот как бы, да, вот я просто воодушевилась. Цена, качество... Ой, простите. Цена, качество и, собственно говоря, его номинал. Но, когда я его уже попользовала, и когда мне нужно было после очередной хорошей готовки помыть, нужно было и кастрюли, и сковородки, я поняла, что... Я поняла. Что же я поняла? Поняла я то, что это средство, во-первых, оно... Его нужно очень много для того, чтобы действительно помыть гору посуды. Во-вторых, его нужно постоянно добавлять на губочку. У него не слишком густая пена. И вот этого литра мне хватило на недели три. С учётом того, что, девчонки, как бы, ну... Я не говорю то, что я там выливаю много сильно, либо я как-то мою по-другому. Нет, абсолютно, наверное, как и все хозяйки, мою посуду. Но при всём при этом это средство неэкономичное. Мой вот вердикт по этому средству. Оно неэкономичное, и не стоит оно стольких денег, сколько я за него отдала. Потому что, вот да, вот стоит эта огромная туба. Вот, знаете, такая мнимая выгода, когда вы видите огромный бутылёк и думаете то, что, ой, его хватит на очень много. Вообще не в этом дело. Оказывается, то, что не всегда очень большая упаковка говорит об эвээкономичности. Зачастую, если большая упаковка, значит, скорее всего, этого средства действительно очень много нужно. Да, наверное, вот этого литра хватит на месяц. Но могу сказать вам, что есть другие средства, которых пол-литра хватает на месяц. Поэтому, ну, я не вижу смысла огромную такую байду покупать и бесконечно лить его на губку. Поэтому больше, скорее всего, я его просто не возьму. Извините, пожалуйста, компания АОС. Вы мне не очень понравились. Вот, следующее средство, которое я хочу показать. Это средство... Моё любимое вернель, ароматерапия, релаксация. Релаксация. Да, релаксация, правильно, господи, всё, уже заговариваюсь. Классное средство, хватает его на 2 месяца. При моей активной стирке, которую я делал запах у него офигенный, который просто я от него балдею. Масло почули и орхидея. Бельё мягкое, бельё сохраняет ненадолго аромат. Знаете, от него не просто вот так вот прям пахнет-пахнет. Оно ощущается, именно чувство от него свежести есть. Вот, действительно, бельё сохраняет свежесть. Классное средство, хорошо гладится постельное бельё. Если там у вас какой-то шакарный... Господи, забыла. Поплина, сатин, без разницы. То есть, постельное бельё будет мягкое, детские вещи будут мягкие, шерсть. Если вы какие-то шерстяные вещи добавляете и полоскаете им, они тоже будут мягкие. То есть, ну, вообще классно. Мне нравится это средство, которое я уже покупаю не один раз. И, думаю, ещё буду много-много раз покупать. Вот, следующее средство, это у нас будет... Уже практически закончились, девчонки, потерпите ещё. Следующее средство, па-пам! Это у нас будет Сантер Универсал Зелёное Яблоко. Как вы поняли, это средство для очистки сантехники. А именно, ну, в большинстве случаев для очистки туалета. Девочки, цена, качество. Вот это оно. Стоит 60 рублей, ну, максимум 65. Хватило мне его на 2 месяца. На 2 месяца, девчонки, когда я его показывала в покупках. А сегодня уже конец марта. Это офигеть просто. Я обалдела. Потому что, знаете, я на какой-то момент, когда, ну, постоянно этим пользуешься, я так что-то думаю, что-то я давно ничего не покупала. Что-то как-то мне давно не было нужды. И я каждый раз подходила, я понимала, что это средство, которое действительно очищает. Да, оно содержит большое количество хлора. Но я подразумеваю этот хлор и убиваю все микробы. Классное средство, которое мне понравилось. Оно экономичное. Мне кажется, ну, что ещё нужно от таких средств? Оно не льётся, знаете, вот как жидко. Оно действительно гель. И данный продукт я видела номиналом, по-моему, в пол-литра в фикс-прайсе за 53 рубля, по-моему, он там стоит. Но в магнит косметики я его брала за 61-65, не помню уже, девчонки. И тут его номинал 750 миллилитров. Так что, девчонки, если вы не пробовали, обязательно попробуйте. Потому что, правда, хорошее средство, которое стоит своих денег и вообще не уступает каким-то, знаете, разрекламированным средствам. Следующее средство, которое у меня закончилось, это было средство Санита для чистки стёкол, зеркал и тому подобного. Девчонки, средство, которое у меня тоже хватило на практически 2 месяца. Я не помню, в каких покупочках я уже показала, но оно у меня достаточно давно закончилось. Оно у меня буквально вот сегодня. Хочу вам сказать, девчонки, то, что средство, которое очищает, им замечательно можно почистить окна. Она хорошо, знаете, убирает, нет никаких расводов. Оно хорошо счищает жирные пятна, даже когда ребёнок по зеркалам, знаете, там бывает, кушая шоколадку, всё что угодно, может, знаете, так случайно, как бы, ляпнуть. Классно, здорово убирает, надолго его хватает. Мне понравилось, так что, если его не куплю, возьму, может быть, что-то другое, но, скорее всего, пойду за ним, девчонки. Так что, хорошая штучка, тоже продаётся, я его покупала в Магнит Косметик. Не помню уже, правда, сколько стоит, но, по-моему, что-то не сильно дорого. Так что, девчонки, если вы им ещё не пробовали, существует ещё вот такой средство, которым можно замечательно пользоваться. Вот, девочки, ну вот, девочки, это были все мои пустые баночки по выходу за домом. Надеюсь, вам оно было интересно, надеюсь, оно было вам полезно. Если оно кажется таковым, ставьте лайки, подписывайте комментарии, чем вы пользуетесь, что на вас производит большее впечатление. Конечно же, может быть, у вас какие-то свои чистящие средства, которым вы никогда не изменяете. Пишите, я возьму себе эту заметочку, и, может быть, как-нибудь в покупочках уже мы с вами будем обмениваться любезностями. Девочки, на этом всё. Любите себя, любите своих близких, берегите своих близких и себя. С вами была ваша Ира, всех люблю, целую. До скорых видео, всем пока-пока.